21 век характеризуется интенсивным развитием промышленности и как следствие этого сильным загрязнением гидросферы. Это реки, озера, моря и океаны. Природные воды загрязняются сточными водами различных предприятий бытовой сферы. Попадают в эти воды вещества, оказывающие вредное влияние на флору и фауну водоемов, например, нефть, оседающие пылевые выбросы строительной индустрии, пищевой, химической промышленности и других отраслей народного хозяйства. Загрязнения, поступающие в водные объекты, можно условно разделить на несколько групп. По физическому состоянию загрязнения выделяют в водной среде нерастворимые, коллоидные и растворенные примеси. Кроме того, загрязнения делятся на минеральные, органические, биологические и бактериальные. Минеральные загрязнения обычно представлены песком, глинистыми частицами, частицами руды, шлака, минеральных солей, растворами, кислот, щелочей и других. Органические загрязнения подразделяются по происхождению на растительные, это остатки растений и животные, остатки тканей животных. Бактериальное или биологическое загрязнение свойственны главным образом бытовым стокам и стокам некоторых промышленных предприятий. Например, микробиологических предприятий, биологических фабрик, кожевенных заводов, меховых производств. В промышленном производстве вода используется как теплоноситель, поглотитель, растворитель и как средство транспортировки. Например, предприятия машиностроительного комплекса используют воду для охлаждения либо для подогрева исходных материалов и продукции, деталей и узлов технологического оборудования, для приготовления различных технологических растворов, промывку, обогащения и очистку исходных материалов или продукции, для хозяйственно-бытового обслуживания. Критерием загрязненности воды является ухудшение ее качества вследствие изменения органолептических свойств и появление веществ, вредных для человека, а также повышение температуры воды. Большое загрязняющее воздействие на природные воды оказывает водный транспорт, как за счет выбросов отходов бытовых или производственной деятельности, так и за счет утечки топлива и коррозионных веществ в судах. В результате попадания в пресные воды различных химических соединений, эти воды теряют свои потребительские качества, требуют больше затрат на очистку. Запас качественных пресных вод на земле постоянно сокращается. Большой урон гидросфере земли наносят аварии на предприятиях, расположенных на берегах рек. Сильно загрязняют гидросферу и сельскохозяйственные предприятия. Нерациональное использование удобрений, средств защиты растений и животных, добавок, повышающих продуктивность сельского хозяйства, ухудшает качество природных вод, делает их непригодными для использования без специальной очистки. Помимо химических загрязнителей в водоемы попадают биологические загрязнители. Это микроорганизмы, в том числе они могут быть и болезнетворными, которые при благоприятных условиях интенсивно размножаются и могут явиться источником эпидемий. Одним из опаснейших загрязнителей водоемов является нефть. Установлено, что в мировой океан поступает 1% от всей транспортируемой нефти. Одна тонна нефти покрывает тончайшей пленкой около 12 км квадратных водной поверхности, делая ее непригодной для жизнедеятельности планктона. Легкие фракции нефти образуют подвижную пленку. Средние по массе взвешены эмульсию, а тяжелый, например, мазут, они оседают на дно и токсически воздействуют на бентосные формы водных организмов. Опаснейшими загрязнителями гидросферы являются радиоактивные вещества, попадающие в воды океана при авариях подводных лодок с ядерными боеголовками ядерных реакторов и в результате подводных ядерных взрывов. К сожалению, воду и океаны используют для захоронения вредных отходов, в том числе и ядерных. Вещества, обладающие радиоактивностью, опасны тем, что их отрицательное воздействие носит долговременный характер. Приводят к появлению уродств вследствие мутаций организмов в воде. Большой урон природным водам наносят сточные воды предприятий, целлюлозно-бумажной промышленности, которые изменяют реакцию среды, ПХ-среди, загрязняют воду различными органическими веществами, оказывающими на водные организмы токсическое воздействие, а также обедняющими природные воды кислородом за счет окисления. Отрицательную роль играют источные воды ТЭЦ. Сточные воды ТЭЦ повышают температуру естественных водоемов, при которой происходит более интенсивное размножение микроорганизмов, в том числе и болезнетворных. В литосфере биосфера занимает поверхностные слои. Главной частью литосферы, занятой биосферой, является почва. Важнейшим качеством почвы является плодородие. Почва играет огромную роль в хозяйственной деятельности человека и в жизни почвенных организмов. Почва является базисом сельскохозяйственного производства и создает основу благосостояния человека. Благодаря наличию почвы возможно решение продовольственной проблемы человечества. Почвы подвергаются отрицательному воздействию как природных, так и антропогенных факторов. Смерчи, шквалы, пыльные бури, наводнения, оползни, снежные лавины нарушают структуру почв, часто разрушая почвенные покровы. Уменьшают размеры территорий, занятых почвой, и процессы образования оврагов. Однако в процесс загрязнения почвы и ухудшения их площадей значительный вклад вносит деятельность человека. Так, в погоне за большими урожаями при минимальных экономических вложениях, человек применяет избыточное количество удобрений и пестицидов, приводя к засолению почв, к изменению реакции среды в почвенных растворах, к загрязнению почв яда химикатами. Нарушение правил перевозок различных веществ, в частности нефти, приводит к попаданию этих веществ в почву и нарушению биологического равновесия в природных биоцинозах. В почву могут поступать источные воды, содержащие токсичные вещества, хроматы, хлориды и другие соли. При работе двигателя внутреннего сгорания вместе с выхлопными газами выделяются пары соединений свинца, которые оседают в придорожных почвенных покровах и аккумулируются растениями, например, грибами, попадают в пищевые цепи, накапливаются и могут оказать вредное воздействие на человека, попав в его пищу. В почвенные горизонты поступают синтетические моющие средства, изменяя процессы, протекающие в почвенном поклощающем комплексе. При работе сельскохозяйственных машин, использующихся для обработки почвы, в нее проникаются нагрязняющие вещества – топливо, масло, продукты коррозии. Нарушение технологии обработки почвы, применение тяжелых машин приводит к разрушению почвы, уменьшению их плодородия. Почвы могут загрязняться веществами, которые сначала выделяются в атмосферу, а затем оседают. Это относится к твердым и жидким веществам. Кислотные дожди зачастую нейтрализуются почвами, но в кислых подзолистых почвах такой нейтрализации не происходит, и их качество снижается. Свойства почв ухудшаются не только за счет загрязнений, но и в результате других видов деятельности человека. Воздействие человека на почвы делает необходимое внедрение и реализацию мер по их охране.